Блин, меня с алкоголя так быстро уносят Женщина, что вы себе позволяете? Жоп! Женщина, что вы не знаете? Ты как выпыхнула? А ты чё? Не попутала нахрен? Я дома А А А А Ванюша малыш, привет! Ты чё, бухаешь что ли? Да, но хотела немножко не без этого Так это же безалкогольный Так? Ага Твою мать Да я способный! Да какая? Ты даже английский выучить не можешь Да спорим, я твой английский за неделю уучу На пять косарей спорим? Все! Готов деньги! Так, начнем с простого. Бибирево. Почти как Джастин Бибирево. Туда и поеду. Господи, где я? Уговорить! Девушка, да я в России вырос! Не знаю я твой английский! Так, попробуем еще раз. В. Не-не-не, язык между зубами. В. Вы безнадежны. Учим английский во сне. Идеально. Сейчас проверим. Акшплайна азарезу. Понятно? Добро пожаловать на квест выжить в деревне. Ну что, поехали? Три, два, один! Отлично! Три секунды в туалете. Это хороший результат. У вас две минуты, чтобы завести эту машину. Так это машина? Да! Отлично! Акшплайна! Следующее задание про стоять в саду 30 минут без средств от комаров. Тридцать семь, тридцать восемь комариных ухудцев! Молодец, как же результат? А теперь нужно всего лишь выкосить это поле. Держи! Держи! Давай-давай! Эй! Ну чё ты, а? Ещё столько этапов! Я не могу! Давай, ну чё ты! Давай, давай, давай! О! Поймала, поймала! О, задание! Поймайся! Твою садь выполнено! Да! Финальный этап перепить дядю Вову. Самогон начали! Хе, слабачка! Тут такое дело. Решили провести правильное и здоровое воскресенье. Будильник зазвонил в 6.30. ЗОЖу не хотелось. Хотелось убивать. Встали легко, полные силы и энергии. Особенно сестра Дар. Подъём! Внимание! Пришлось применять кексовый будильник. Вкусный завтрак, заряд на весь день. Поели суперполезную кашу на воде. Вести здоровое воскресенье захотелось уже чуть меньше. Вышли на пробежку. Мы не бежим. Мы будто бы парим над землёй. Устали. Но для начала 100 метров хватит. Вернулись домой с заряженной энергией спорта. Решили отказаться от интернета. Нашли книги. Интересные. Особенно у Даши. Подключили интеллектуальные игры. Пришло время обеда. Здоровое питание очень вдохновляет. Даша неожиданно надолго заперлась в туалете. Я спросила, всё ли в порядке. Она сказала, что всё хорошо, но побаливает живот. Через полчаса живот уже заболел у меня. Так, но время уже 14.30. Для первого здорового воскресенья хватит. Можно расслабиться и вернуться в зону комфорта. Ребята, я тут нашла видео, которое потрясло меня больше, чем видео Панина, чтобы вы понимали. Итак, канал на Ютубе про лайфхаки. Смотрим. Поход в туалет с неработающей защёлкой – отдельная больная тема. Замок на двери не закрывается. Не хотелось бы, чтобы в разгар процесса кто-нибудь ворвался. Ух, была не была. В дверь кто-то начал ломиться. О, а вот и выход. Длинную ручку от сумочки забрасываем на дверь. Прикрываем дверь. Ручка послужит маячком, что внутри кто-то есть и убережет себя от ненужных свидетелей. Я прям вижу эту картину. Виталик подходит к туалету, на котором висит какая-то херня. И, конечно же, он думает, о, это маячок. Нет, он сделает вот так. Хе-хе, а что за херня? Это ещё не худшее, подожди. У одной из подруг вдруг предательски скрутило живот. Ужас, испортить воздух при подругах хуже не придумаешь. Лучший способ отвести от себя подозрения – сымитировать похожие звуки. Например, потереть пальцами по стеклу. Ну-ка, проверим. Реально, один в один. Никто ничего не запомнил. Вот так зеркало обычно и стекло сделает. Я всё это так же сделаю. Смотрим дальше. Не забывай, что излишнее употребление газировки грозит внезапным выдохом газиков через рот. Как неловко пустить отрыжку прямо в лицо парню, от которого ты просто без ума. Ситуацию спасёт умение импровизировать и элементарные навыки битбокса. Чувство ритма и чуточку артистизма, и вы уже исполняете битбокс дуэтом. Четыре миллиона просмотров и четыре миллиона подписчиков, чтобы вы понимали. Я бы поняла, если всё это снимали в прикол. Но они снимают это всё на полном серьёзе в перемешку с нормальными лайфхаками. То есть это не прикол, это не снято 1 апреля. Слушай, а чё мы вообще никуда не ходим? Ну вот никуда меня не приглашаешь. Мне здесь не нравится. Здесь у маршовых котлет не холота осталось вообще ничего. Я не знаю, как ты это место выбирал. Не знаю, не парк, а стулька будет. Вот в Париже там фонтаны. Ну и чё, это чё, это канатная дорога уродска? Меня укачивает! Это Денис! Фильм говно полное, как ты мог вообще его выиграть? Ещё сиденье неудобное, кошмарное. Сейчас сходим. А, да? Да, да. Ну пошли. Ну ничего, это разве лес, а? У моей бабушки лес, вот это я понимаю. И снова про трешовые лайфхаки. Смотрим. Как сходить в туалет в гостях? Точнее, как потом выйти из помещения, воздух в котором безнадёжно испорчен. Нам понадобится туалетная бумага и жидкое мыло. Отматываем от рулона кусочек и наносим на него мыло. Машем бумагой, как платочком. Я открою секрет, в большинстве мест всё-таки есть освежитель воздуха. А в местах, где нет освежителя, вот это вот не поможет. И бьёт самый стойкий неприятный запах. Она ещё и гадила с закрытой крышкой. Ой, кажется... Смотрим дальше. Только надела чистую футболку и сразу же её испачкала. Подруга предлагает необычный лайфхак. Вытаскиваем руки из рукавов, перекручиваем футболку задом наперёд, продеваем руки и рукава, Грязное пятно прикрываем волосами. А это стопудово лайфхак для Витала. Вау! Ничего не видно. Вот видишь, ничего страшного, пятна совсем не видно. Прогулка с подругой может закончиться в любой момент. Посмотри на мои мокрые подмышки. Куда я в таком виде пойду? Выход есть. Бутылка воды поможет всё исправить. Поливаем водой подругу. Футболка с мокрыми от пота подмышками становится однотонной. Готово. А немного влажности в такую жару, это даже плюс. Это же летом в общественном транспорте, где вот это вот всё можно с двумя ведрами сразу заходить и всех от позора спасать. Потом, правда, с побитым лицом, возможно, уйдите. Заживём теперь с этими лайфхаками, а? Безус! Ай, блин, так ноги устали, а. Так, давай я тебя понесу. Да не, я тяжелая. Давай, давай. Ты что, тяжело? Нет. Тебе что, тяжело? Тебе что, тяжело? Ну что ты меня позоришь? Теперь все думают, что я толстая. Субтитры сделал DimaTorzok